Тысяча человек в этом году получат стипендию главы республики за особую творческую устремленность. Пять из них это ученики Большесундирской школы Маргаушского района. Юлия Важенина подробнее. Стипендию будут получать самые активные, целеустремленные и талантливые ребята. Например, Евгения Огнева, специалист по морским узлам. Удавка простой штык, шлюпочный и рифовый. Она не просто знает, как выглядят морские узлы, но и без труда может их связать. Шесть узлов за 20 секунд, таков норматив. Но Евгения справляется с ним за 17. В принципе, эти узлы связать несложно. Просто нужно технику отточить и все. А так, это очень просто, правда. Я очень быстро научилась это все вязать. Учила остальных, тоже учила. Я живу в деревне, мне иногда приходится что-то там связать. И я такая папе говорю, а, давай я сейчас вяжу. О, молодец! Евгения Огнева стипендию главы получает впервые. Как и ее одноклассник Владимир Волков. Он, кстати, рекордсмен по разборке-сборке автомата. На автомате, на разборке-сборке, мой личный рекорд – 16,9 секунд. Занимаюсь я этим 4 года. Нравится мне больше всего автомат, стрельба, магазин, разборка-сборка. И вот военные. Все вот это дело. Мечта Владимира – служба по контракту сразу после получения высшего образования. А Арину Кольцову очень интересует история. Девушка уже второй год подряд выезжает на раскопки в составе поискового отряда. Это занимательно, прям интересно, когда вот что-то ищешь и находишь. Вот моя первая находка – это была булавка. Это такая радость была. И все больше и больше хотелось копать и искать. В экспедициях мы поднимали больше 10 бойцов. Останки бойцов Красной армии. В разные годы стипендию главы Чувашии получали 13 тысяч человек. В этом году к ним прибавилось еще одна тысяча талантливых и одаренных. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Расиль Мухаммедов, Республика.